Девушки отдыхают Зови Госпожа Повелитель угодно что-нибудь? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Проходи, Хюрем Ну что опять у тебя случилось? Опять на Махидевран жаловаться будешь? О нет, это другое, госпожа Я приехала поговорить с вами Но я не знаю, как и приступить Ой, не тяни хюрем Говори наконец Ибрагим Паша Что Ибрагим Паша? Я кое-что узнала о нем Госпожа Ибрагим Что-то случилось? Валиде султан, она Она только что скончалась Ибрагим 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 О госпожа судьбы моей Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Они не вечны. Признай, кто погрузился в эту иллюзию, однажды обязательно отчьется. Даже если ты султан, что толку? Все мы нагие в реке истины. И раз уж нет в саду этого мира аромата постоянства, прими раны на твоем теле за распустившиеся розы. О, душа, ты видела все, что явил этот мир. Признай, я обошел всю землю от края до края, как персидский герой Феридун. Подобно герою Рустаму я сломал когти страху. Признай, сегодня с вершины величия я пускаю стрелы куда захочу, держа в руках лук и натягивая тетиву именуемой империи. Признай, годы, отпущенные мне в этой жизни, я проведу, как Александр Великий. Я подобен царю Соломону, повелевающему со своего трона всем миром. Только в конце не останется ни трона, ни короны, ни царства. Все исчезнет, подобно тому, как ветер уносит листья во время листопада. Ибо наступит смертный час. Признай, Сфалиман, мир только иллюзия. Воздух, которым ты дышишь, земля, по которой ступаешь, вода, которую ты пьешь, огонь, пожирающий тебя, всего лишь иллюзия. Они не вечны. Признай, кто погрузился в эту иллюзию, однажды обязательно очнется. Султан ты или нет, все мы нагие в реке истины. КОНЕЦ Сулейман, уже столько дней я не видела твоего лица, не слышала твоего голоса, повелитель моего сердца. Для меня, когда ты такой, каждый вздох – это смертная мука. Неужели траур будет вечен? Фюрер моя, когда в море три волнений по моему кораблю бьет волны, твоя любовь всегда будет для меня габани, где я могу укрыться. Гюльфэм Хатун. Госпожа. Добрый день. Я собиралась с тобой повидаться как раз. А что такое? Как продвигаются сборы моего сына к отъезду в Санджак? Мустафа должен ведь через три дня уехать. Все готово уже, госпожа. Я лично слежу за всем. Чудесно. Я буду молиться, чтобы все прошло хорошо. Шех Заде Мустафу надо ведь достойно проводить. Ладно. Так что же ты хотела? Если ты насчет денег, я уладила. Они и есть уже. Их выделили. Хорошо. Но я пришла объявить волю нашего повелителя. Я с ним виделась утром. Он принял решение относительно управления гаремом. Отныне все те обязанности, что вы исполняли как доверенное лицо Валиде Султан, вы будете осуществлять от своего имени. По традиции, Махидевран должна уехать с сыном, однако она остается. Я не понимаю, почему нужно нарушать обычай. Она обязательно уедет, придет время. А до того дня Махидевран с Гельфэм будут управлять гаремом. Смирись с этим. Я и так мирюсь. Сколько я от нее натерпелась за эти месяцы. Но поскольку ты уже принял решение, то я молчу. Я только хотела бы, чтобы все-таки ты как можно скорее его пересмотрел. Повелитель? Повелитель. Махидевран. Повелитель. 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 А где тетя Хатиджи? Когда она из Едирны приедет? Мне сообщили, что завтра утром, дорогая. Наконец-то она возвращается. Интересно, как она? Надеюсь, уже получше. Перед отъездом очень плохо было. С ней там была Бейхан. Это уже благотворно для Хатиджи. И тетя Бейхан тоже приедет? А то в последний раз она приехала и быстро уехала. Симбеляга. Хватит тебе валяться. Вставай, покажись народу. У тебя что, дел нет? Как видишь, нет. О, Аллах. Вот целый день то сижу, то лежу. Сделай доброе дело. Полей это виноградным соком. Тоска только мы с тобой остались. Гуляга ушел, Нигяр ушла. Да и Ахатун тоже. Ну и хорошо. Теперь все твое. Вытворяй что душе угодно. Я смотрю, ты уже с Хюрем Султан подружился. Замолчи, замолчи ты. Разболтался тут. Сейчас вот вылью весь этот сок на башку тебе. Ну что ты сердишься? Я же просто шучу, а ты сразу бесишься. Мне что, чем госпоже служить, нужно к тебе в услужение пойти? Осел пузатый. Она ведь госпожа. Я выполняю все, что она скажет. Все настроение испортил. Ешь, приятного аппетита. Сюмбюляга. А как доехать он там поживает? Не знаешь? Пропала. Как уехала ни слуху, ни духу дни. Да я думаю, хорошо. Добра у нее всякого много. Живет себе, не тужит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Может, ты все-таки передумаешь, Дайя. Ты нужна и всегда будешь нужна нам. Мы будем только рады, если ты останешься. Особенно я. Простите, повелитель. Мне нет больше смысла оставаться в гареме. Дайя, позвольте мне уйти. С Валида Султана я пришла. С Валида Султана и уйду. Ну, если ты считаешь, что так будет лучше, тогда уходи. У тебя есть дом, подаренный Валиде. Нуждаться ты ни в чем не будешь, Дайя. Что-то понадобится? Обращайся ко мне. Мне ничего не нужно, повелитель. Только бы Аллах даровал вам долгих лет жизни. Аминь. Прощайте, повелитель. Доехату. Я сделал это украшение для Валиде. Оно и ее. Просто я не успел ей отдать. Пожалуйста, возьми его. Да что вы, повелитель. Ты должна взять Дайе. Потому что кроме Валиде, ты одна его достойна. Я ведь вырос у тебя на руках. Ты так много для меня сделала. Благодарю, повелитель. В память о незабвенной Валиде султан, я всегда буду носить его у самого сердца. Доминует тебя все невзгоды. И помни, двери дворца всегда для тебя открыты, Дайе. Можешь вернуться, когда захочешь. Ай-шех Атон, что ты там прячешь? Ничего. Это моя вещь. Скажите-ка, твоя? Интересно, откуда у тебя такое? Ни мужа, ни детей нет. Говоришь, всю жизнь прислуживаешь, что здесь, то там. Не пойму, вот только как тебя держали. Когда от тебя нет никакого толку. Все за тобой нужно доделывать. А ты только и знаешь, что сюда бегаешь, да спишь. Я сплю, Атон. Да я вошла только что. Что мне делать, говори. На рынок и Дайше. Хозяйка ткани заказывала, а их еще нет. Забрать надо. Разве я должна идти? А кто? Мне прикажешь? Разумеется, ты. Иди скорее. Сейчас пойду. Да, и не болтайся там. Возьмешь и назад. Тебе дрова еще надо таскать. Жди здесь. Госпожа. Перче Мага. Начинаем действовать. Хатиджа Султан завтра утром возвращается сюда, в свой дворец. Надо приготовиться. Какие будут приказания? Нигер Калфу надо отвезти домой. Ступай к ней, но привезешь, когда стемнеет. Завтра все свершится. Ибрагиму Паше конец. Я понял, госпожа. Я все сделаю. Только очень осторожно, чтобы не заметил никто. Если упустим Нигер, то загубим все дело. И Гюльшах, чтоб начеку было. Будьте спокойны, госпожа. Я сам прослежу за всем. Прекрасно. Жди от меня вестей. Хорошо устроилась. Непонятно, кто тут из нас в заточении. Еду, считай, в постель носит. Я ведь здесь не по своей воле. Отпусти, уйду. Ты уйдешь только в ад отсюда. Ну, убейте уже тогда. Я хоть мучиться перестану. Я с удовольствием давно бы это сделала, но... Херем Султан возвращения Хатиджа Султан ждет. Жалко, ее еще от потери матери не оправилась. А уже по Ибрагиму Паше траур носить придется. Да, Яхатун как? Известно что-нибудь? После смерти Валиде она ушла из дворца. Живет, наверное, наслаждается в поместье, подаренном Валиде. Не суди всех по себе, Гюльшах. Да, Яхатун очень любила Валиде. И я думаю, что ей теперь очень плохо. Ты не ее жалей, а себя. Когда, хотя Джей Султан все узнает, тебя же казнят. Что ж, знать судьба такая у меня. Вот только ребеночек мой. Боюсь я за него. На нем ведь нет греха. Тебе надо было раньше об этом думать. А теперь что убиваться? Какой толк? Гюльшах. Я уже столько в заперти тут сижу. Руки и ноги у меня опухают. Позволь на свежий воздух выйти. Нельзя. Да я же никуда не сбегу. Мы ведь в лесу. Да и с животом я. Ну ладно, ты давай ешь. А там посмотрим. Руками не хватай, спачкаешь. Я же его не кусаю. Не берешь? Иди своей дорогой. Ох ты, грубиян. Да ты знаешь, кто я. Иди, иди. Товар не заслоняй. Храни вас, Аллах. Тебя тоже. Прошу. Что желаешь? Я садворачила Акзаде. Пришла забрать заказ. Да, все готово. Передай им мое почтение. Аллах, Аллах. Дай Ехатум. Дай Ехатум. Стой, я узнал тебя. Что это с тобой? Что ты тут делаешь? Ты что, язык проглотила? Да скажи хоть что-нибудь. Мы думали, ты в поместье живешь, а ты здесь так одета, да еще узел этот. Что ты орешь мне тут в ухо? Я просто к подруге приехала своей. У меня дела. Здесь улажу и в поместье уеду. А мешок этот тяжелый. У тебя же столько прислуги, а ты сама его тащишь. Я подруге помогаю. Она пожилая, никого у нее нет. А я приехала одна, потому и несу сама. А кто же это? Ты не знаешь ее. Пойду я, она ждет меня. Прощай. Да подожди, давай посидим, поговорим, а? Как там госпожа Паша? Надеюсь, здорово. Ей уже лучше, спасибо. Такую потерю пережить очень трудно. Но с ней была сестра, это помогло ей немного утешиться. Завтра они возвращаются. Дети, я думаю, по вам соскучились. Паша Хазратлери. Проходи, Мустафа Паша. Что-то случилось? Паша, я все выяснил относительно этого фигани. Его связь с человеком, которого называют Фенди Хазратлери, не установлена. Однако, он знаком с Искендером Челеби. А что же их связывает, интересно? Наш казначей ценитель поэзии фигани. Искендер Челеби покровительствует многим поэтам, и фигани в том числе. В таком случае, что же он не сказал ни слова до сих пор в его защиту? Ему что, неизвестно, что я уже несколько дней держу фигани в темнице? Видно, он остерегается. Ввиду некоторой сложности ваших отношений. Паша Хазратлери. Искендер Челеби пожаловал. Хороший человек легок на помине. Да, проси. Стража, выйдите. Мы поговорим наедине. А я с Паша, почему меня не выпускают? Долго еще мне ждать. Что же Фенди Хазратлери тянет? Потерпи. Он делает все возможное. Или ты уже сказал, кто он? Паша, я за Фенди Хазратлери отдам жизнь. Я не выдам его никогда. Ты все расскажешь, фигани. Ты назовешь его имя. Иначе покоя не будет. Как же так, Паша? Я отношусь с уважением к мастерам слова Паша. Покровительствую многим поэтам. И не только им. Я помогаю талантливым людям получить образование. Поскольку империя нуждается в таких ценных государственных деятелях, как вы. Превосходно. Зачем же ты тогда велел фигани убеждать народ, что мои скульптуры – это вовсе не произведение искусства, а новые идолы? Что вы, Паша? Я никогда не вмешиваюсь в то, что говорят и пишут поэты. Я считаю, что эти люди должны быть свободны. Пусть не боятся говорить нам правду. Вот как. То есть, по-твоему, мои скульптуры – это идолы? Это правда. Султан Сулейман Хан Хазрет Лири! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин